Любовь – вот цель и поста, и молитва, и всех дел. Так говорил архимандрит Елеазар, память которого на Никольском кладбище Свято-Троицка Александра Невской Лавры Петербурга почтили как братья-обители, так и миряне. 3 декабря духовнику Лавры исполнилось бы 80 лет. На панихиде были и наши коллеги. С 2004 года архимандрит Елеазар назначен духовником Лавры. Служить людям – вот что является главным. В мире много несчастных, одиноких, коллег, сирот, вдов, старцев. Служить и примером личной жизни – так учил своих духовных чад архимандрит. Сотни петербуржцев и паломников обращались к батюшке за советом и молитвенной помощью, когда он был жив. И сейчас к его могиле стекаются люди. Ведь даже одна единственная встреча наполняла душу человека любовью и светом. Самое большое знакомство с батюшкой, вот по-настоящему, когда он мне открылся как батюшка, как мой отец, на самом деле это со дня его кончины. Это произошло как раз таки с этого марта 2011 года, когда была панихида его. И вот тогда я поняла, что такие люди, как отец Леазар, они даже по смерти своей приводят к Богу. Именно тогда моя жизнь перевернулась именно с этого момента. И я начала потихоньку приходить к Богу, по-настоящему приходить к Богу. Екатерина – участница хора «Астрон», который отец Леазар создал чуть больше 10 лет назад. Каждые две недели хористы во главе с протеереем Михаилом Кудрявцевым, духовным чадом батюшки, совершают панихиду. Все, кто общался с ним, знали, что нарушать то, что он говорил, нельзя. Потому что ему было виднее, ему было видно то, что не видно всем нам. И как он сохранял бодрость духа при этом, буквально сутками общаясь с людьми, наставляя их, вникая, хотя к нему уже подходил, наверное, десятый, там, может быть, сотый человек. Но при всем своем старческом по-настоящему возрасте, при всех своих телесных немощах, он был внимателен ко всем и к каждому. Многие духовные чады сегодня были на панихиде. И один из них уже Ира Диакон Александра Невской Лавры Даниил. Во многом, благодаря своему духовному отцу, Архимандриту Ильязару, он пришел в обитель. Сначала как послушник, теперь уже как диакон служит панихиду по своему духовному отцу. Духовного отца найти очень сложно, и это большая редкость. Вот он был таким человеком, он, когда приходишь вот к нему на исповедь, он, с одной стороны, он, конечно, тебе что-то говорит, дает советы, дает наставления, которым нужно прислушиваться. Но бывает так, что вот внутри у тебя какое-то даже, может быть, несогласие с духовным отцом. Вот он всегда очень чутко прислушивался к внутреннему состоянию каждого человека. «Правильно славит, то есть живет и действует тот, от кого исходит любовь», так говорил своим чадом отец Ильязар. И от него самого исходила та самая Божия благодать, укрепляющая дух всех, кто к нему обращался при жизни. Действие этой любви продолжается и после блаженной кончины старца.